канал гит и класс с вами андрей щетников и этот выпуск будет посвящен книжке которая мне попала в руки ее написали лев ландау и александр китайгородский она называется физика для всех вот это издание которое держу в руках она шестьдесят пятого года и это уже второе издание но с тех пор китайгородский к ней дописал еще примерно такой же объем этот первый том называется движение теплота а потом была сделана электричество оптика и атомы и более позднее здание выходили в четырех томах вот этот разбит на 2 и еще два томика почему я хочу про нее рассказать но прежде всего потому что самое содержание исключительно близко к тому чем мы занимаемся на канале гит и класс и когда я открываю предисловие короткая совсем на страничку я вижу что то что здесь в этом предисловие сказано мы всегда повторяем когда рассказываем про свой канал что здесь содержится достаточно глубокая физика но изложенная по возможности без форму достаточно знаний простой школьной алгебры что книжку авторы старались писать легким и простым языком но это совсем не означает что она легкая книга нужно зачастую прикладывать усилия и продумывать что здесь написано как говорят они часто задумываться крепко и напряженно ну и что уделено внимание прежде всего фундаментальным законам физики однако есть и приложение из техники и есть экскурсы в историю ну и когда я стал читать ну и перечитывать на самом деле читал когда-то давным-давно вот ощущение того что это очень такой как бы текст который написан для вдумчивого но одновременно интересного чтения меня все время не покидала и сейчас не покидает а отдельно я хочу сказать вот о чем ну вот я открываю главу про вращательное движение и вижу что авторы вполне свободно пользуются такими понятиями как центробежная сила ли там сила кориолиса и вовсе не считают нужным каждый раз комментировать это примерно в таком стиле как иногда требует вот некоторые подписчики нашего канала а почему вы не говорите что это фиктивная сила потому что предполагается что бы текст обращен ну так же как мы обращаем свой видеоролик ну достаточно заинтересованному читателю и не сопровождается каждое понятие кучей комментарий которые только затрудняют восприятие но предполагается что как бы заинтересованный человек он понимает что у понятия есть свои ограничения но это понимание само постепенно конечно возникает и относится с интересом к тексту а не сразу же как бы выступает с критикой ну надо думать что такие люди как лага особенно как ландау да ну я понимаю что какие-то городский в основном писал текст но понятно что с ландау это все обсуждалось и как-то согласовывалось концептуально что когда такие люди как академики и нобелевские лауреаты позволяют себе быть достаточно свободными в употреблении терминов и не комментировать их каждый раз я думаю что нам это тем более позволительно ну вот книжку я вам очень рекомендую заглянуть в нее кто-то в ней найдет ли себя много интересного кто заглянет спасибо большое за внимание